Вот, на такой позитивной, сладкой ноте мы закончили, наверное, с марафоном поздравления, а теперь всё, внимание на голубой экран. Здравствуйте, Владимир Владимирович! Это прямое включение со свадьбы. Меня зовут Светлана, и я здесь тружусь ведущей. Я, Харьков Пастуш, хочу поприветствовать и сказать, что труд ваш и ваших коллег заслуживает самой высокой оценки и вызывает уважение. Вы работаете в действительно очень суровых условиях, это вот видно даже на этой телевизионной картинке. А как вы думаете, это, наверное, самая красивая и счастливая пара? Ну вот, лично для вас. Для меня? Да. А вас не обижает то, что мы ради молодых вызвали вас в прямой эфир, отвлекая вас от личных дел? Нет, не обижают. Я отношусь к этому как к неизбежному сопровождению всему того, что связано с моей должностью. А что вы скажете молодым по поводу родителей? Если они потребуют от них, скажем, 10 внуков, как вам реагировать на это? Я думаю, что если требования справедливы, то нужно слушаться, потому что исхожу из того, что взрослые, которые вас окружают, хотят вам только добра. Владимир Владимирович, поступило предложение выпить рюмочку водки. Как у вас с этим предложением? Против этого предложения проголосовала целиком фракция КПР, против целиком проголосовала фракция Яблоко. Почти не дали голосов СПС, 90% проголосовала за Егинского, тоже не все соскочили на некоторые депутаты. И другие фракции, центристские фракции, двое, тоже не дали нужного количества голосов. В принципе, предложение было справедливым. Повторяю еще раз, сделать этого правительства не дали. А что вы скажете тем людям, которые сегодня немного перебрали, ну, выпили лишнего, скажем прямо? Думаешь, ничего не страшного нет? Все хорошо только в миру. Вот есть такая свадебная традиция выкупать невесту. А сколько вы отдали на выкупе за свою супругу? Вы платили 17 миллиардов долларов, страна этого даже не заметила. Слышали, что вы это посвящали молодых перед свадьбой? Прекулярно. Начиная с первого года, исполнение своих служебных обязанностей. И, наверное, меньше так делают. А вот личный вопрос. Если гости отказываются танцевать и участвовать в конкурсах, что делать? У нас есть соответствующая статья в уголовном кодексе. Прокуратура должна реагировать на проявление подобного рода. На свадьбу принято дарить подарки. Как вы относитесь к этой традиции? Это курица, которая несет там золотые яйца. Как вы думаете, наша пара важна для России? Не сомневаюсь, что вы нужны России. Это во-первых. И планирую, кстати, сказать, в ближайшее время побывать у вас еще раз. Владимир Владимирович, а вот смогу вам сделать подарок для молодых? Ну вот, да! Субтитры создавал DimaTorzok